Альберт Вескер, Ада Вонг и Ребекка Чемберс, новые герои из Resident Evil, которые попали в игру Dead by Daylight. Сегодня мы немножечко поговорим о сливах. Ах да, то что ждал каждый. Очень странные дела все же могут выйти повторно с новой главой. И, быть может, старая глава с Демо Горгоном, Стивом Харрингтоном, Нэнси Уиллерс и Джонатаном Байерсом вернется во вселенную Dead by Daylight. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что я смог найти для вас. Запасайтесь чаечком, кофеечком и приятного вам просмотра. С вами, как всегда, канал AlexPlay. Также не забудь поддержать видеоролик лайком, написать комментарий, то что ты думаешь по этому поводу, подписаться на канал и на наш дискорд сервер, где ты сможешь быть одним из первых, кто узнает о новых сливах в игре Dead by Daylight. Но если тебе нравится то, что я делаю, и тебе хочется больше подобных видео, и хочется поддержать канал материально, ты можешь оформить спонсорку на Бусти. Ссылочка будет внизу в описании и в закрепленном комментарии. Там ты сможешь прочесть преимущества платной подписки, а в дальнейшем там будет больше уровней подписки, с еще большими плюшками и печенюшками. Ссылочка внизу под видео, обязательно чекни, гайс. Итак, новая 25-я глава Dead by Daylight Resident Evil Project W. В сети просочилась информация моделек и перков персонажей. Давайте посмотрим на них. Начнем с Ады Вонки, закончим Вейскером, где мы его подробнее разберем. Первый перк Ады Исцеление. Очередное Исцеление, но как оно будет работать? Давайте с вами включим воображение и поиграем с теориями. Быть может, вокруг Ады Вонг будет аура примерно на 6-7-8 метров, в радиусе которой все выжившие могут лечиться или исцеляться автоматически. Быть может, она сможет исцелить только саму себя, или же перк будет действовать наподобие шприца. Допустим, после заведенного генератора появляется жетон, благодаря которому Ада сможет кого-нибудь быстро вылечить. Ада сняла туфельки и пошла босиком. Возможно, Ада не будет оставлять трещины или следы крови. Быть может, навык будет активироваться на короткое время, и ты будешь очень тихим, и не будешь оставлять за собой трещины, следов крови, и после резкого прыжка через окно или палетку, ты будешь бесшумным. Но твоя скорость будет уменьшена на 7-6-5%, или же на 4-3-2%. Последний ее перк – прослушка. Быть может, Ада сможет слышать радиус террора на 40-45-50% дальше, или же больше. Может быть, при заводе генератора или при активации навыка, навык будет активным, и Ада сможет слышать намного дальше, чем другие. Следующая выжившая – Ребекка Чемберс, и ее первый перк – Успокоение. Быть может, это будет альтернатива Железной Воле, и он будет глушить все стоны на 100%. Но навык будет временный, и при активации ты не будешь издавать шумы, допустим, на 20-25-30 секунд. Или же навык будет коллективным, и ближайшие выжившие рядом с Ребеккой будут меньше стонать на 40-45-50%, или даже больше. То есть Ребека уже будет успокаивать ближайших раненых тиммейтов. Следующий ее перк лучше, чем новый. Возможно, она будет как-то улучшать предметы, или перки с урвам. Быть может, она будет улучшать эффективность аптечек, или же просто быстрее херять других выживших. А быть может, при лечении она сможет наложить эффект устойчивость, наподобие кровоостанавливающего препарата. Следующий ее перк – Гиперфокусировка. Возможно, в начале матча она сможет видеть ауры убийцы, где он бы не находился, на 7-8-9 секунд, или дольше. Наподобие перка – Преследователь-убийца. И как бонус, она сможет улучшить свои перки на раскрытие ауры на плюс 2-3-4 метра. Быть может, она также будет видеть в начале матча как убийцу, так и выживших на определенное количество времени. И уже может решить, куда идти и кому помогать заводкой. Но это всего лишь мои теории и фантазии. Я бы хотел послушать ваши теории и предположения перков. Пишите ваши варианты в комментариях под этим видео. Ну а теперь перейдем к главному и достоверному. Насчет Вескера. Мне скинули слив его способностей и перков. Давайте же его разберем. Начнем с его способностей. Способность убийцы – Опасная связь. Вескер может совершать рывок вперед, заражая выживших вирусом Уроборос и перепрыгивая через препятствия. Удерживайте кнопку способности, чтобы зарядить атаку. В это время Вескер движется чуть медленнее. Когда атака заряжена, нажмите клавишу атаки, чтобы использовать рывок. При попадании по выжившему он заряжается вирусом Уроборос или заражение прогрессирует. Если Вескер в конце рывка также ударится в объект, то он швырнет выжившего и ранит его. Иначе Вескер бросит выжившего в конце рывка и если он врежется в объект, то будет ранен. Если использовать рывок на препятствии, окно или палетку, Вескер перелезет через него. Особенный эффект – Вирус Уроборос. При попадании по выжившим с помощью опасной связи они становятся зараженными. Пока выжившие заряжены, они страдают от эффекта замедления, а само заряжение набирает силу с течением времени. Чем больше эффект вируса, тем сильнее эффект замедления. Если Вескер попадет рывком по выжившему с максимальным уровнем заражения, то Вескер автоматически схватит выжившего на плечо. Особое взаимодействие – спрей первой помощи. В начале матча появляется ящик с припасами, в которых лежит спрей первой помощи. Будучи зараженным, выжившие могут использовать спрей на себе или другом выжившем, чтобы снять заражение. У спрея ограниченное количество зарядов. Спрей первой помощи нельзя сохранить в инвентаре персонажа при побеге с предметом. Навыки. Превосходная анатомия. Десятилетия исследования кульминировали в вашем теле. Быстрее, сильнее и опаснее любого человека. Когда выживший совершает быстрое перемещение через окно, палетку, на расстоянии 8 метров от вас, навык активируется. Скорость перемещения через окно увеличивается на 30-35-40% на 3 секунды. Время восстановления 30 секунд. Пробужденное восприятие. Ваши гены были изменены для улучшения восприятия в напряженных ситуациях. Когда вы несете выжившего на плече, вы видите ауры всех выживших в радиусе 16-18-20 метров от вас. Ауры, раскрытые этим перком, остаются видимыми еще 2 секунды, после того, как вы прекратите нести выжившего. Терминус. Вы восхитительный тактик и готовитесь ко всем возможным событиям. Когда на ворота подается питание, навык активируется. Все раненые, лежащие на земле и повешенные выжившие получают эффект ослабления. Когда ворота открыты, эффект остается активным еще 20-25-30 секунд. Мне кажется, довольно-таки интересные перки будут у Вескера. Можно будет посочинять какие-нибудь билды. Также пишите ваши варианты, как вам понравились перки или нет. Пишите ваши варианты билдов. Будет интересно посмотреть и поизучать. Быть может сделаем другое видео, где мы с вами посочиняем, какие билды подойдут данные перки. Мне понравился перк превосходная анатомия. Будет интересно, как он будет реализоваться на практике. И будем ли мы успевать догонять выживших, если он будет, допустим, выигрывать время в ТЛ-ке или других постройках. Также интересный перк пробужденное осознание. Можно будет прочекать, есть ли рядом выжившие. Можно также будет сбросить выжившего, допустим. И уже побежать за следующим, чтобы не тратить время на то, чтобы его повесить. Перк терминус. Я так понимаю, выжившим не будет смысла хиляться и лататься, если они обнаружат, что у мана будет перк терминус. Потому что ты просто потратишь на это время. Ну, практика говорит об обратном. Выжившие даже с наедом привыкли хиляться. В том плане, чтобы, видимо, не издавать шумы и не оставлять пятна крови. Не знаю, будут ли выжившие хиляться. Мне кажется, все-таки будут выжившие хиляться. И терминус будет довольно-таки неплохой перк, так скажем, альтернативы на еда. В том плане, что ты либо не будешь хиляться и будешь раненый. В любом случае, тебя нужно будет всего лишь с одного раза, с одного хита ваншотнуть. Что же у нас насчет новой карты? Основываясь на сливах, можно предположить, что карта будет улица перед полицейским участком. В файлах был найден новый луп, который имеет два окна и палетку. Этот луп был добавлен в файлах вместе с выходом патча. И пока нигде не использовался. Это место очень сильно похоже на момент из трейлера с Немезисом и Мэг Томас. Ну а если это не эта карта, тогда, возможно, будет добавлена карта особняк Спенсера из первой части или же лаборатория Амбрелла. И еще очень крутая и долгожданная новость по поводу того, что очень странные дела могут вернуться. Утечка произошла в официальном твиттере ДБД. И там говорится, что вторая глава Очень Странных Дел находится в разработке. Когда именно ее добавят, неизвестно. Но факты и надежда приобретают новый оборот. Я очень в это верю. На эту тему я сделал отдельный видеоролик. Можешь посмотреть, если интересно. Там я рассказал, кого могут добавить в ДБД из Очень Странных Дел. Какого мана и Выжившего. А также какие перки и способности у них будут. Ссылка будет внизу в описании. Обязательно посмотри. Ну а если ты хочешь больше информации о Очень Странных Делах. Обязательно подпишись на канал Аликсплей. Нажми колокольчик. Все уведомления. Так как я думаю, еще будут видеоролики на данную тему. Есть информация. То, что лабораторию Коукинса переделывают, изменяют. И я могу об этом рассказать и показать вам видео. Пообсуждаем. Вот. И также подпишись на наш Дискорд сервер. Именно там ты сможешь быть в курсе всех событий. И узнать о новых обновлениях во вселенной ДБД. Один из первых. Так как там есть раздел новости. Именно там ты можешь узнавать о ближайших обновлениях. Которые будут в ДБД и в других играх. Также заходи в раздел новое видео. Чтобы не пропускать новое видео и стримы. Там есть чатик. Там много чего интересного. В общем вступай в наш Дискорд сервер. Ты не пожалеешь. И даже скажешь спасибо несколько раз. Вот. Ну а если ты хочешь поддержать автора канала материально. То можешь стать спонсором. Так как спонсорка на ютубе отключена. Я завел бусти. Именно там ты можешь стать спонсором. И там будут свои преимущества. Также можешь пообщаться со мной на бусти. В общем все самые важные ссылочки будут в описании. Обязательно чекни. Я думаю много чего интересного найдешь. Ну и ждем с нетерпением ПТБ. Новые главы 25 из Resident Evil. Будет обязательно стрим. Может быть даже несколько стримов проведем. Где мы с вами поизучаем новую карту. Также поиграем за Вейскера. За Аду Вонг. За Ребекку. Ждем все терпением ребят. Должно быть интересно. Все интереснее и интереснее становится. Всем до скорого. Пока пока. Еще не раз увидимся.